Привет! За время выхода программы дрессировки вы задавали нам множество вопросов. В сегодняшнем выпуске постараемся ответить на некоторые из них. Вот, к примеру, Ариана Рея пишет, мне выгол не помогает, щенку 4 месяца, он терпит до дома и не хочет делать свои дела на улице. Как быть в такой ситуации? В первую очередь в такой ситуации есть факторы, которые нужно было бы знать, чтобы был правильный ответ. То есть, если животному постели на дома пеленочка, а его просят сходить на улице, то ему очень сложно понимать, где ему нужно ходить. Поэтому, я бы сказала, убрать пеленки, газеты, все предметы, на которые разрешалось до этого ходить животному дома. И в дальнейшем гулять настолько долго, чтобы животное не могло терпеть. Как только животное сходит в туалет, очень эмоционально его похвалить. Яна Мишаева просит рассказать о том, как отучить питомца грызть поводок и не тянуть его во время прогулки. В первую очередь не нужно позволять животному брать поводок в зубы, в пасть. То есть, для этого подается жесткая команда «нет», собака не слышит ее и продолжает грызть, то собаку приподнимают или за холку, или за ошейник вверху, пока не плюнет собака. То есть, реагировать на это надо очень негативно, в первую очередь интонацией. И если это делать систематически, никогда не позволяя, не играя поводком, то собака перестанет это делать. При моменте, когда собака тянет, это достаточно сложный вопрос для всех владельцев собак, особенно крупных собак. В первую очередь надо выработать систематику. Собака должна прогуливаться на провисшем поводке. Если поводок только натягивается, делается сильный рывок. И это нужно делать систематически. Если это делать систематически, собаке становится постоянно некомфортной, и все-таки она выбирает более комфортное движение при провисшем поводке. Елизавета Лызлова просит рассказать о том, как приучить собаку к воде, чтобы она плавала на речке. В первую очередь все зависит от возраста животного, когда приучают. Легче всего приучать все-таки в маленьком возрасте, с 3 до 4 месяцев. Когда животное еще очень доверяет человеку, ему можно взять на ручки, с ним вместе зайти. И потихоньку, близко к берегу, ставить его на воду и отпускать так, чтобы там было проплы буквально пару раз. И так делать систематически, животное еще доверяет, ему не страшно, и он быстро приучается. Если собака уже более взрослая, то возраст приблизительно с 6 месяцев до года является периодом страхов. Поэтому собака может отказываться заходить. Ни в коем случае ее уже не заносить и силой не затаскивать. То есть предлагать, например, любимый предмет, мячик, игрушечку. Бросать недалеко от берега, чтобы постепенно, плавно собака приучилась заходить, и ей было не страшно. Или заходить к хозяину, недалеко от собаки, звать к себе. Как только она зашла, похвалить, разрешить выходить. И так постепенно собака приучается. Эффективным методом является в более взрослом возрасте подражание. То есть когда берут одну собаку, которая хорошо плавает, и вторая за ней учится уже плыть. Друзья, если у вас возникают вопросы, задавайте их нам в комментариях, и мы обязательно на них ответим. И не забывайте, что от своевременного воспитания и дрессировки напрямую зависит будущее вашего питомца. А потому не следует откладывать этот процесс на потом. Пока! Благодарим за содействие создания ролика «Школа дрессировки собак Адреналин». Мы предоставляем услуги. Социализация щенков, воспитательная дрессировка, общий курс послушания, защитная служба, подготовка собак к выставке, аджилити. Номер телефона на экране.